Привет всем, меня зовут Лидия. Как-то в одном из комментариев к моему видео я, видимо, снимала в бедном оперативнике, замалывала слово, и прозвучал вопрос, каковы психологические черты должны быть у человека, который занимается вот столь трудной, опасной деятельностью. Так сказать, это оперативник, это Головно-Роск, следователь тот же и так далее. Ну, я не знаю, я, правда, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Какими-то особыми качествами такой работник как бы и не должен обладать. Это уже вырабатывается, входит, кстати, в самой работе. Это, конечно, повышенное чувство долга, это чувство ответственности, это работоспособность невероятная, без выходных, проходных и праздников. Ну и вот типа такого. То есть, в принципе, эти черты присущи, должны быть и любому, который трудится на том или ином месте. Чего-то особенного я здесь прямо даже не нахожу. Вот почему-то возникает вот такое чувство с временем, вот надо, вот надо, надо, надо. А потом, когда уже лбом бьешься об стенку, не получается, что-то не раскрывается. Думаю, так провалитесь. В конце концов, кто сказал, что надо? Ну, не пишутся стихи, и не буду, и вот сяду, и все. А и нет, все равно бьешься, как вот та муха в банке, пока что-нибудь не получится. Будешь долго мучиться. Я сегодня хотела поговорить вот о чем. Как-то в одном из видеороликов я рассказывала о работе следователей, в том числе, так сказать, касалось расследования служебных, должностных, вернее так будем говорить, и всех разных преступлений, которые, в общем-то, следователи не любят. Они такие нудные, занудные и трудности. Там встречается достаточно много. Потому что носишься, как придурочный, не знаешь, куда бежать уже, что делать. Вот, все дело в том, что при расследовании такого рода дел, это несчастные случаи на производстве, это нарушение строительных норм и правил, это злоупотребление служебным положением, это, ну, и еще масса-масса подобного рода, потому что, как я уже говорила, что в прокуратуру, как в помойную яму, сливается абсолютно все, где бы что ни случилось. Недостаточно там магазин, ни на складе, или где-то. Несчастные случаи на производстве. Еще там какие-то происшествия, нарушение финансовой дисциплины. Все-все-все-все абсолютно стекается. Потом бедный следователь сидит и ломает голову. Например, надо проверку провести, добыть какие-то достаточные сведения для того, чтобы, например, возбудить уголовное дело. А потом его расследовать. И здесь упирается часто вопрос в том, что нет экспертов, которые провели бы ту или иную экспертизу. Опознания специальные нужны все непременнейшие. В Главном профессиональном кодексе предусмотрено проведение экспертизы как в экспертном учреждении, так и вне его. Ну, экспертное понятно. Это криминалистические экспертизы, следы медицинские, по вещественным доказательствам, по крови, слюни, сперми, мочек, алую и прочим выделениям, химические, таксологические, это все у нас есть. Есть давно уже экспертное учреждение. А вот когда дело касается, например, нарушения строительных норм и правил, либо еще каких-то специальных, таких узких, таких экспертов у нас нет, извините. И тогда приходится прибегать, так сказать, к помощи специалистов каких-либо заводов, предприятий и так далее и тому подобное. Ну, как правило, следователь должен еще, прежде всего, убедиться в компетентности такого специалиста. И мне всегда ставило это в тупик. Каким-то образом я, не обладая никакими специальными познаниями, буду убеждаться в компетентности того или иного специалиста, того же строителя, бухгалтера или еще кого-то. Ну ладно, образование, это куда ни шло. Есть у вас диплом образования, хорошо, давайте всегда копию снимем. Есть у вас старшая работа по специальности, давайте трудовую возьмем. А в принципе, все-таки, чтобы быть экспертом, нужно какую-то повышенную, будем так говорить, компетентность подразумевать. Это как судебно-медицинский эксперт, как шутку говорят, что чем болел, так сказать, в ПЦН вскрытие покажет. То есть он уже здесь как в суде выступает. Правильно-неправильно лечили, правильный-неправильный диагноз и так далее, причиной смерти и пошло-поехало. И когда сталкивался таким вопросом, когда я сталкивалась, вот удивляюсь о тупости таких специалистов. Вроде бы толкован на своем месте. Но когда я ему на пальцах все объяснил, а это очень важно, соблюсти форму заключения. Ты провел исследование и соблюсти форму. Это место, время, должность, предупреждение, в том числе и об уголовной ответственности за дачу заведомого заключения и за отказ от дачи заключения. Потом идут, какие вопросы поставлены, кем на разрешение эксперта. Потом обязательно исследовательская часть огромная, то есть что проводилось, как проводилось, каковы результаты. А потом уже только выводы. А все это должно быть подтверждено. То есть из исследовательской части, естественно, вытекают и выводы. Если не будет соблюдена эта форма, все, тогда суд уже признает это заключение экспертизы недопустимым, а из-за этого рушится все дело. Поэтому вот масса проблем. Как найти специалиста, кто бы еще согласился, за оно им надо все это ломать голову. И если напишут, то вот такой жгульки нос и ничего. Извините, конечно, дело прошлое. Мне приходилось самой составлять заключение экспертизы. Какие только я заключения не составлял. Боже мой, расписывалось. Начиная со строительных и строительные. И ветеринарные, и зоотехнические, бухгалтерские, даже судебно-медицинские. Ну, не по трупу, а положим, по живым лицам, а по степени тяжести телесных повреждений и так далее. Вот. А куда деваться? Жить-то надо. Поэтому уже обстоятельно так это все распишешь, как это еще куда и как, с этого булькиного носа раздуешь такую конфетку. Тогда уже потом специалисту он знакомится, подписывает. Вот таким вот образом выходило из положения. А то, знаете ли, прямо какой-то ужас получается. Помните, было у меня дело обрушения свинарника. Строили там какие-то подрядчики, я уж не помню, типа закавказили что-то. И вот в один далеко не прекрасный момент свинарник обрушился, кирпичный, все. Причина обрушения свинарника, читаю. Значит, поскольку там вот эти свинья содержались, и они, так сказать, испражнялись, там скопление было мочи, то бишь аммиака, и вот это огромное скопление вот этого аммиака повлекло за собой как бы взрыв, и вот этот свинарник разрушился. Ну, извините меня, конечно, свиней задержан. Вот, бог знает, сколько лет и в большом количестве они на фермах, там, колхозах, совхозах были. Как-то не наблюдалось. И так же они пистели, как они, как-то не наблюдалось, так сказать, никаких взрывов по этому поводу, не таковала уж концентрация. Вот приходится начинать все сначала. Еду на осмотр, я изымаю кирпичи, я, значит, пророжу осмотр. Все эти там контрафорсы пилястры, бог знает чего только. Вот, вагонстрое такое предприятие у нас было, значит, договаривались с специалистом, у меня прокурор был такой хороший, во всем всегда помогал, что надо, следовательно, любому отвезти, привезти. Вот до этого, зазорного не считал, значит, Радикевич Николаевич, чудесненький такой был прокурор. Свою личную машину, поскольку с транспортом всегда было плохо, сам договаривался со специалистами, с вагонстроем, в личную машину в багажник грузил, кирпичи таскал их на себе, поехали, проводили экспертизы. Вот, значит, там уже тоже писало заключение, когда уже исследовали все эти кирпичи на качестве, на том, не все, пятое, десятое, все эти растворы и неувязки. В общем-то получилось, получилось, знаете, достаточно редко, да практически никогда такого рода дела в суд не уходили, но удалось все-таки установить существенное нарушение, что повлекло обрушение этого здания и направить его в суд. Очень, очень плохо с делом с врачами. Здесь, видимо, корпоративность и все остальное, поэтому, если чьи-то там жалоба появляется на смерть, либо неправильный постановок диагноза, либо еще чего-то, то проводится вот такая комиссионная современная медицинская экспертиза, куда входят три эксперта, вот, и на основании медицинских документов, ну, если пациент умер, то вскрытие и так далее и тому подобное. Достаточно редко, практически никогда, тоже не удается привлечь того или иного врача улечить его, так сказать, в оставлении, кстати, есть такая статья, в опасном должности столяне, не оказание медицинской помощи надлежащей и так далее. Мне удалось тоже одно дельце такое направить. Тут это заведующий хирургическим отделением, помним, в городе Чевногорске был. Ну, там ситуация такая, достаточно, наверное, прозрачная, будем так говорить. Потерпевший, зэк, это стройки народного хозяйства, как СНГ, помните, условно освобожденный с направлением стройки народного хозяйства, так вот, значит, доставили этого пациента в приемный покой, дежурь как раз заведующий хирургическим отделением. Посмотрели, что-то у него ранка там какая-то, ну, ранка есть, ну и что, а он еще и пьяненький был, да пошел ты. Нече с ним тут церемониться, выкинули его, так поглядели, ничего страшного нет, ни ревизи раны, ничего не сделали, выкинули. Ну, он шел-шел там, где-то упал, его снова подобрали, снова привезли, и опять ничего не сделали. Короче, надлежащим образом медицинская помощь не была оказана, а у него проникающее живое ранение в грудную клетку с повреждением сердца легких и так далее и так подобное. Ну, соответственно, этот самый мужчинка-то и умер, вот, занялись. Тут как бы более-менее очевидно, хотя трудненько, конечно, ну, не сделали как положено. Трудности, например, сейчас есть вот такие в экспертном учреждении проводят адрологические экспертизы, это по запаховым следам. То есть, следователь изымает с места происшествия, там откуда запаховый след, это стерильная банка, упаковывается она, герметичная, потом направляется эксперту, запаховый след распознают. А вот в мои времена, так сказать, таких экспертиз у нас не проводили, так же, как и генетических, например, в свое время не проводили, драгостоящие и так далее. Сейчас-то все это есть. Вот, адрологически. И знаете, как мы выходили из положения, что делать? Мы привлекали, так сказать, кинолога с собакой. Вот кого здесь, например, считать экспертом, кинолога или собаку? Работает, в принципе, собака. То есть, несколько этих, назначаешь экспертизу, поручаешь производство, значит, кинологу такому-то. Собака специально обученная, натасканная на распознавание этих, ну, они и так-то, положим овчарки, запах распознают. И вот несколько банок, положим шесть пакетов, банок с разным содержимым, в том числе на предмет сравнения, которые нам нужны. И вот, кинолог, значит, дает команду, и собака проходит, обнюхивает каждый объект. Вот, который она опознала, она садится около него и лает. Вот такое заключение экспертизы. Потешно. Вы знаете, как-то суд раньше был снисходительнее и принимал вот такие, такого рода адрологические экспертизы во внимание, учитывая в качестве доказательств. Потом, конечно, лафакция это кончилась. Более строго, все с буквы закона, тут, так сказать, ни-ни. Перестали собак привлекать к подобного рода экспертизам. Что вот еще, какие вот экспертизы, например. Мне вспоминается тоже, опять что-то меня сегодня на свиньи вытянуло, разлинуло дело, здесь в Абакане свинокомплекс был огромный. И эпизодия, то есть массовый падеж свиньи. Чума. И, значит, ну, поскольку, когда массовый падеж, и так-то, когда падеж, там несколько голов направляются материалы прокурора для решения вопроса возбуждения дела и установления лиц виновных в тех или иных нарушениях. Ну, а здесь массовый был падеж, вот приходилось, у меня дело производства было, разбудили, там несколько сотен голов впало. Дело в том, что, когда расследуешь то или иное дело, даже на стадии проверки материала, любые материалы поступают, ты с ними знакомишься, ты не специалист, так сказать, ни в чем. И поэтому какое-то, какие-то познания нужно где-то вот изыскивать, так сказать, потому что из материалов ничего не ясно. Вот ничего там нет такого, чтобы можно было понять. Есть там чего-то, нет, начинаешь специалистов вызывать, опрашивать, там документы какие-то, истебовать, и так далее, и тому подобное. Общаешься, ну, вот, причем делать это нужно очень быстро. Тут времени у тебя нет, то есть для разрешения материала отрожаешь до трех суток. Дальше уже решай вопросы возбуждения либо об отказе возбуждения было бы дело. Ну, и расследуя тоже. Нельзя же быть, как сказать, дураком, сидеть допрашивать специалиста и не соображать. То есть надо же задавать ему вопросы какие-то, а как задать вопросы, если ты не знаешь, и в чем. И вот приходилось, помню, вникать быстренько в те или иные, кстати, моменты свинячего дела, содержание там, заболеваний, кормления и так далее, и так далее, и так далее. И могу похвастаться, так сказать, до вращения ветеринаров приехали то ли с Красноярск, то ли еще будут специалисты тоже для расследования этого уже в рамках следственных этого вопроса. И я с ними беседую, ты-ты-ты, не очень долго мы беседовали, простите, а вы какой ветеринарный институт заканчивали? Красноярск или Коблесный? Признали вы мне великого специалиста ветеринара, и не только. Вот такие вот проблемы, с которыми мы сталкивались со временем, да и сейчас тоже достаточно таких проблем, поэтому есть дело расследовать во что бы то ни стало, надо довести до какого-либо конца, расследование должно быть полным абсолютно, чтобы было абсолютно ясно, есть тут состав поступления, нет, есть тут лица ответственные, которых необходимо привлечь к ответственности, либо нет и так далее и тому подобное, очень сложно, здесь еще вот по делам несчастных случаев, к примеру, на производстве, часто просто застит глаза и очень мешает объективно разобраться, это неосторожность, грубейшая неосторожность самого потерпевшего, руку засунул не туда, станок не выключил, полез там, что-то поправить, ну и так далее и тому подобное, я помню, я уже рассказывал как-то по-моему этот случай, лес-промхоз был у нас и я приехала на осмотр места происшествия, голову срезала как ножом, причем так вот интересно, станок такой деревообрабатывающий, значит, он наклонился, то есть его за одежду потянуло и вот так вот срезало, пошли, и там дальше через заборчик небольшой пилки, ровно слой такой пил, и вот голова так вот дым и шлепнулась прямо на шейную на место разреза, и вот настолько кошмарно живописный вид этой головы, или, к примеру, был случай сено с ног вывязал, когда тюки вот эти вот соломенные пшеницу когда скосит, обмолотит, то вот эту вот солому потом ее, значит, собирает и специально в тюки ее прессует и вот такой вот этот вот эта штука механизма, она в виде такого огромного шара, что спицы такие тонкие и длинные очень торчат тын-тын-тын-тын и вот она катится, кстати, собирает на себя все это делает, тоже по неосторожности попал как-то вот не отошел подальше работник и вот его намотало. Представьте себе вот эти вот огромные иглы, их много, его прокрутило всего и еще страшно. Ну, всяких случаев бывало, поэтому сложно достаточно установить действительно ли были нарушены благословными лицами какие-то правила течники безопасности, есть ли в этом вина, насколько допустили какую-то халатность или злоупотребили, чего-то не дали, чего-то не оформили, что-то не оградили и так далее, поэтому с этим сложности. Вот об этом я, кстати, наболевшим в свое время хотела сегодня рассказать, на сегодня мы не общались. Всем спасибо, до свидания.